Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я хочу поговорить с вами про электронное разрешение для въезда в Израиль, которое начнет действовать в обязательном порядке с 1 января для всех туристов, въезжающих в Израиль из безвизовых с Израилем стран. То есть, если для въезда в Израиль вам не требуется оформление визы, то теперь вам требуется оформление электронного разрешения на въезд. Кто попадает в эту категорию? К примеру, если вы въезжаете из стран, как Россия, Украина, Беларусь и другие страны, страны Европы, Америка, Канада, вам всем теперь требуется электронное разрешение для въезда в Израиль. Израиль ввел его с 1 июня 2024 года и спустя некоторое количество месяцев уже хотели сделать его обязательным и платным, но потом поняли, что многие авиакомпании еще не готовы к тому, чтобы включить его в свою программу и отслеживать туристов, у кого он есть, у кого нет. Поэтому дали чуть больше времени именно авиакомпаниям, чтобы те подготовились к этому нововведению. Подобная система действует не только в Израиле, она действует сейчас уже и в Южной Корее. Кто из вас был, может быть, в Южной Корее, тоже требуется оформление электронного разрешения на въезд. Но введено подобное разрешение и в других странах. Скоро оно появится также и в Европе. Уже сейчас оно действует в Канаде 100%, в США и в других странах. То есть, по факту, это не что-то новое, что Израиль придумал, чтобы заработать деньги. Нет, это обычная практика других стран, и Израиль к ней подключается. Зачем это нужно? Чтобы отслеживать передвижение туристов, чтобы также понимать, кто въезжает, и плюс другие разные причины, в том числе финансовые. Стоимость этого разрешения с 1 января будет 25 шекелей, что это приблизительно 7 долларов. И плюс, ко всему прочему, оплачивать это, оформление этого разрешения нужно будет на сайте МВД, на котором вы как раз его и оформляете, и международной банковской картой. Поэтому, если вы из России и Беларуси, у вас нет международной банковской карты, то по факту вы не сможете оформить себе это электронное разрешение для въезда в Израиль. Почему я это знаю? Потому что подобная песня уже сейчас происходит с этим электронными разрешениями в Южную Корею. Там точно такая же история. Его ввели, оно платное. Россияне не могут оплатить за него, поэтому они обращаются к различным людям, которые могли бы им помочь его оформить и оплатить. И хочу сказать, что как раз я буду оказывать такую услугу тем, у кого будут проблемы с оплатой. Я буду помогать вам за определенную сумму денег, оплатить это все дело, оформить. И об этом уже я буду вам сообщать чуть позднее. Но сейчас пока еще есть время, пока это разрешение еще бесплатно оформляется. У вас есть еще чуть меньше двух месяцев, чтобы это сделать. Давайте его оформлять. Оформление, оно занимает не так уж и много времени. И если вам нужна помощь, чтобы это все дело оформить, то обращайтесь ко мне по адресу электронной почты или на WhatsApp, который я укажу в комментариях под этим видео. И получается, что я оформляю электронные разрешения в день обращения. Стоимость моей услуги 50 шекелей или 990 рублей. Или сколько это получается, около 10 долларов. Поэтому если вам необходимо это оформить, обращайтесь. Уже я оформляла разным людям, имею определенный опыт и понимание, что к чему и как это работает. И затем, когда эти разрешения уже можно будет оформлять только платно с 1 января, я также могу помочь их оформлять. И в том числе к этой сумме я буду добавлять 7 долларов стоимость оформления этого электронного разрешения, которое вступит в силу с 1 января. 7 долларов будут снимать с 1 января. А пока на сайте МВД это еще бесплатно, если вы оформляете самостоятельно. Если вам нужна помощь, то 50 шекелей или 990 рублей или 10 долларов. Что еще хочу добавить на эту тему. Электронное разрешение для въезда в Израиль действует 2 года. Это очень удобно. Сегодня вы его оформили. И если, допустим, в ближайшие месяцы вы не собираетесь въезжать в Израиль, ничего страшного, оно у вас будет действовать 2 года. Оно, как говорится, есть и пить не просит. Если вы будете оформлять с 1 января, конечно же, это будет чуть дороже для вас. Следующий момент. Электронное разрешение особенно необходимо уже оформлять даже сейчас тем, кто когда-либо въезжал в Израиль, кто когда-либо был депортирован из Израиля. Потому что это реально помогает понять, открыт ли вам уже въезд или же запрет до сих пор действует. Кстати, за последние месяцы ко мне обращались люди, которые как раз столкнулись с такой ситуацией, у кого была депортация или кто много раз въезжал в Израиль или просрачивал пребывание здесь, был чуть дольше, чем разрешено. И для всех из них я заполняла это разрешение на въезд. У кого-то все было хорошо и они получали, но у многих был отказ. Почему это хорошо знать? Эти люди получили отказ заранее, а не в тот момент, когда они уже приехали на паспортный контроль, потратив кучу денег, времени, сил. Поэтому очень важно, если у вас когда-либо были въезды в Израиль, вы не уверены в своем статусе, то лучше уже прямо сейчас начинать оформлять это электронное разрешение. Потому что оно проходит через базу МВД и там уже смотрят, разрешен вам въезд или нет. Электронное разрешение оформляется на каждого пассажира, в том числе на детей. Учтите этот очень важный момент. И плюс, оно оформляется под конкретный паспорт. То есть, срок действия вашего паспорта должен быть, если вы хотите, например, получить разрешение на 2 года, как минимум 2 года. То есть, к примеру, если срок действия вашего паспорта год, полтора, меньше 2 лет, то это электронное разрешение выдается именно под срок действия вашего паспорта. Почему? Потому что в нем вы указываете номер своего паспорта, имя и фамилия, как в вашем заграничном паспорте. Это очень важно понимать, чтобы правильно оформлять его, в том числе знать, сколько действительно времени вы можете получить, в течение какого периода вы можете его использовать. Причем, очень интересно, что оно многоразовое. То есть, вы один раз его оформили, можете хоть раз в 50 въезжать за эти 2 года. То есть, не нужно каждый раз оформлять новое. Итак, если вам нужна помощь с оформлением, обращайтесь ко мне по адресу электронной почты. От вас требуется минимум информации, паспортные данные для того, чтобы его оформить. Оплату можно произвести на российскую карту или на израильскую. Я работаю официально и выдаю чеки за свою услугу. Поэтому я...